Дамы и господа, всех приветствую. Давайте распакуем сегодня посылочку, которая мне пришла с магазина Gearbest. А внутри меня ожидал вот такой вот кейс. Компания Aslink мне уже известна. Она в принципе является таким лоу-костером, то есть она делает недорого и довольно качественно. Давайте посмотрим, насколько этот кейс оказался, чехол этот или накладка, называются они совершенно по-разному, насколько он оказался качественным. Здесь даже уплотнитель есть, как вы можете заметить, для того, чтобы он не повредился. Внутри у нас глянцевый и шершавый немножко пластик, наверное, для того, чтобы смартфон более плотно там находился, там себя ощущал. Вокруг идет полностью такая окантовочка, приятные впечатления. По вырезам пока что я вижу, что они сделаны аккуратно, не могу сказать, что могу к чему-то придраться. Это у нас кожа молодого дермантина. Понятное дело, что это, скорее всего, не натуральная кожа, но на ощупь она дичайше приятная, очень нежная. И я думаю, что в плане скользкости это будет нормальный кейс, то есть он не будет выпрыгивать из рук. Давайте посмотрим, во сколько он мне встал. Значит, вот мой заказ. Сейчас стоил кейс 3 доллара и я за него отдал 2.10, то есть я оплатил еще поинтами. Кто не в курсе, на GearBest можно платить поинтами и с каждого заказа очень даже нехило экономить. Ну, понятное дело, что те, кто покупают один раз в год, то им это не светит. Итак, здесь у нас видно, что цена на товар не изменилась. На фотках он был очень красив и телефон в нем сидел просто отменно. У меня Mi Max на постоянной основе, это черный Mi Max, вот так вот он выглядит. И, понятное дело, что я хотел бы его сберечь. Поэтому я для него заказал множество разных чехлов, для того, чтобы их проверить, протестировать. И несколько вариантов защитных стекол. Я вижу, что по краям он защищен полностью, по вот этим вот граням. Снизу он у нас, получается, имеет выступ. И, понятное дело, что низ он не защищает. Если вдруг вы переживаете, что у вас на низ придется удар, то вам придется брать какой-то кейс, типа 360 защиты. Здесь же, в общем-то, у вас легкий доступ, во-первых, к динамикам, чтобы звук не перекрывался и был очень громким, ну, максимально громким и качественным. Во-вторых, у вас есть доступ к микрофону хороший и доступ к зарядке. Клавиши здесь у нас тоже имеются в быстром доступе, то есть они не перекрыты, они не дублируются. Это удобно. Я считаю, что такой кейс один из самых интересных вариантов. Я сразу видел, как он исполнен, поэтому я заказал себе такой, потому что мне нравится такое исполнение. Вверху у нас также не перекрывается инфракрасный порт, дополнительный микрофон для шумоподавления и гнездо для наушников. То есть все в быстром доступе, можно спокойненько всем пользоваться. Самым важным для меня было моментом это, закрывает ли кейс камеру и удобно ли будет пользоваться сканером отпечатка пальца. Это я сейчас говорю, ну помимо того основного, что кейс должен хорошо защищать смартфон. И конечно же он не должен быть марким и скользким. Значит проверяем сканер отпечатка. Как видите, отрабатывает он моментально. 10 из 10 и ну просто отлично. То есть, несмотря на то, что сканер слегка утоплен, несмотря на это, очень удобно его касаться. Видите, он разблокируется просто отменно. Теперь по поводу камеры. Как вы можете заметить, она не то чтобы вровень, она даже утоплена. Я думаю, что вам это видно. Поэтому те, кто переживают за царапины на модуле камеры, за то, что вы ее можете побить как-то, здесь все отменно в этом отношении. И очень важный момент, что вырезы идеальные. Что под сканер он идеально ровный, что под камеру он идеально ровный. И естественно здесь тоже все очень-очень красиво. Так что вот такой вот был кейс. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Если вы выбираете для себя хороший кейс, то я думаю, что к такому можно присмотреться. И еще один момент, сейчас протестируем его на удобство. То есть да, он конечно чуть-чуть увеличил сам смартфон. Чуть-чуть по краям. То есть смартфон не такой узенький, каким он был. Это ощущается, это чувствуется. К этому придется немножко привыкнуть. Но а в целом по маркости я вижу, что он не маркий. То есть жирные пятна не остаются на нем. Видно, что все очень четко. И он не выскальзывает. Это самое главное. То есть кожа мягкая, приятная, но не скользучая. Скользучая, знаете, как бывает иногда. Она такая с текстурой. Прекрасно видно, что она с текстурой. Поэтому она не очень сильно скользит. То есть она удобная, охваткая. Я думаю, что многим понравится. На данный момент это единственный и очень классный вариант для меня использовать защиту для этого смартфона. Когда придут другие чехлы, я конечно о них тоже расскажу. Об этих накладках я заказываю в основном только накладки. И конечно же подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, если вам интересна эта тема. Опыт использования я и тесты различные я выкладываю на втором канале. Поэтому подписывайтесь туда. А здесь на основном канале будут только самые значимые и важные распаковки. И конечно же обзоры. Все. До новых встреч. Пока. И еще небольшой момент забыл указать. Это то, насколько кейс над экраном возвышается. Ну вот я думаю, что здесь более чем видно, насколько он возвышается. То есть это какие-то доли миллиметра. Естественно, если вы хотите, чтобы экран не повредился, когда смартфон будет лежать вот таким образом, то нужно, чтобы была ровная поверхность обязательно. Тогда смартфон не прилегает экраном к поверхности. Он находится на вот этих как раз таки долях миллиметра. Ну и для лучшей защиты, конечно же, самым лучшим вариантом это наклеить сюда стекло. Они мне идут. Я их буду наклеивать и расскажу о них в отдельных видео.